Привет! Как дела? Сегодня немного расскажу про похороны в Англии. Сколько это стоит, как перевести прах из Англии в Россию. Ну, немного о моем опыте, с чем мне пришлось столкнуться после смерти моего брата в Лондоне. Сами похороны, как я уже рассказывала, мы не организовывали и ничего не платили за них. Но позднее на сертификате о кремации, который нам выдали после похорон моего брата, я нашла логотип похоронного агентства, называется Дигнити Кэрин Фюнерал Сервис. То есть название похоронного агентства, которое организовывало всю церемонию похорон для моего брата, называется Дигнити. Я нашла эту организацию в интернете, зашла на их сайт и посмотрела порядок цен. У них есть несколько пакетов организации похорон, от самого простого до любых пожеланий заказчика. И, естественно, цены идут по нарастающей. Чем больше вы хотите внести каких-то своих особенностей и семейных традиций в сервис, в организацию похорон, которую, кстати, я помните, рассказывала, ведет ведущий, он называется директор. То есть, в принципе, как режиссер похорон. Вот этот директор будет с вами прорабатывать конкретно весь план, весь порядок похорон вашего умершего родственника. Кстати, еще хотела сказать, что в Англии слово умер произносится не died, то есть умерший, а passed away, то есть ушедший от нас. Такие вот фразовые глаголы считаются академическим языком, и, в принципе, об умерших они говорят на таком вот, ну, можно сказать, высокопарном языке. Died они произносят о тех людях, которые умерли там сто лет назад, это можно сказать. А вот те, которые умерли недавно, это как раз-таки фразеологический глагол passed away. Ну, это так, немножечко отвлеклась на английский язык, просто я сама об этом не знала, я всегда говорила «дай». А оказывается, в Англии это неприлично так говорить о только что умершем человеке. Ну, и вот на этом сайте Dignity я нашла расценки. Похороны в Англии стоят от 2000, 3000, 4000 и выше. Все зависит от плана похорон, на которые вы рассчитываете. На оформление, на декорации, на приглашение, на стоимость гроба, на стоимость кортежа, то есть карета будет это, или машина. В общем, как обычно, для каждого дополнительного сервиса надо добавлять некую стоимость. Ну, ссылочку на эту компанию я прикреплю внизу под описанием ролика. Если у кого-то, не дай бог, случится такое несчастье, хотя бы будете знать, с чего начать, где посмотреть порядок цен и как вообще происходят похороны в Англии. За сервис на кремацию, думаю, обойдется немножечко дешевле. Там же у них есть какой-то Simple сервис в районе 1800, по-моему, фунтов. То есть это 180 тысяч рублей. Кстати, для Шотландии порядок цен немножечко пониже, чем для Англии. И вот в тот момент, когда мы с мамой думали, что же делать, как же хоронить моего брата, ввести тело обратно в Россию и захоранивать, или кремировать и тоже как-то перевозить урну, мы поняли, что перевозить тело из одной страны в другую мы не сможем. Это очень запарно. И, в принципе, мы сами не против после нашей смерти, чтобы мы были кремированы, нежели чем захоронены. Ну, как-то так. Даже я бы была не против, если мой прах развеяли бы по воздуху где-нибудь над морем, допустим, потому что я очень люблю море. Но все-таки мы приняли решение кремировать тело моего брата. А что делать дальше с его прахом, мы не знали. Мы пришли в офис кладбища, где его хоронили, и спросили у них, как можно захоронить, допустим, у них на кладбище. Нам показали, что у них в основном прах хоронится на кусочке метр на метр. В середине можно посадить дерево, они даже предлагают сервис в виде посадки розового куста по центру. Ну и там какие-то надписи сделать, если надо. Все это стоит 4000 фунтов, то есть 400 тысяч рублей на 5 лет. Что будет дальше? Или ты продлеваешь, или ты забираешь прах с собой куда-то и так далее. Ну, конечно, 4000 фунтов у нас не было. И мы стали искать дальше, что же нам с ним делать. Также в офисе на кладбище мы увидели очень красивые урны, оформленные такие там в виде летящих журавлей и лодки уплывающей. В общем, красивые такие черные мраморные урны, ну, небольшого такого размера, на фоне которых белым, как бы мелом или чем-то выгравирован некий такой рисунок. Стоит такая урна 800 фунтов, ну, на тот момент. Нам с мамой очень понравились улетающие журавли. Мы долго думали, 800 фунтов, в принципе, очень большие деньги, это 80 тысяч рублей. Ну, в конечном итоге мы решили все-таки купить такую урну. Но когда приехали туда, ее уже не оказалось на месте, и вообще, как будто бы нам это приснилось. Они говорят, у нас никогда не было таких журавлей. В общем, урну мы не купили, место для захоронения не купили. Еще там была возможность сделать из праха некоторые украшения. Можно сделать колечко, какое-то колье, кулончик, сережки. Выглядит это очень красиво. Но когда ты понимаешь, что внутри прах твоего любимого родственника, ну, как-то отталкивающая такая идея была. Хотя одна моя знакомая англичанка, с которой я выгуливала собак, у нее кольцо с прахом ее мужа. И она всегда носит ее на руке и говорит, мой муж всегда рядом со мной. Ну, вот так. Все по-разному относятся. Маме эта идея абсолютно не понравилась. Мне, в принципе, я бы была не против носить какой-нибудь кулочек с прахом моего брата. Ну, не знаю. Как-то все-таки не по-человечески, что ли, это или не по-людски. В России такое вообще не принято. Но, с другой стороны, это вот такие вот особенности разных культур, разных стран. И именно о них я вам сегодня и рассказываю. Также очень принято в Англии создавать памятные скамейки. И мы тоже думали поставить скамейку в память о моем брате в Олимпийском парке, где он любил гулять. И в районе которого, в принципе, он и погиб. Но с этим возникли огромные проблемы. Во-первых, сама скамейка стоила там около 3-4 тысяч фунтов. То есть это 300-400 тысяч рублей. А во-вторых, не в каждом месте в Англии, особенно в Лондоне, можно поставить такую скамейку. Ну, со словами там «in memory of» или «мы помним и любим» и так далее. То есть очень много даже в гайд-парке стоят. По набережным разных городов очень много можно найти таких скамеечек. Я думаю, что многие, кто был в Англии, видел такие скамейки с надписями. И в годовщины даже люди приносят туда цветы и прикрепляют к этой скамейке. То есть это тоже как некий такой памятник о человеке, которого любили родственники. В общем, поставить скамейку в Олимпийском парке мы не смогли. Ну и как бы просто пока искали информацию, что же нам делать дальше с прахом. Думали, может быть, где-то развеять его в любимых местах брата. Допустим, в английском саду Олимпийского парка. Он очень любил этот небольшой такой закуточек. Там и качелька такая. Мы с ним там часто пили чай и просто гуляли, сидели и наслаждались погодой и природой. Этот сад скрыт от людских глаз. До него нужно дойти. И немногие об этом закуточке знают. Ну и если когда буду в Лондоне и буду на Стратфорде, я вам его покажу и расскажу, что там можно делать и как до него добраться. Да, чтобы развеять прах над каким-либо местом в Англии, вам тоже надо получить авторити. То есть разрешение на вот это вот действие, которое тоже стоит больших денег. В итоге мы решили перевести прах в Россию и здесь уже думать, что делать с ним дальше. Для того, чтобы перевести прах в Россию, нам понадобилось три документа. Это свидетельство о смерти. Вот так вот оно выглядит, такого образца. Свидетельство о кремации, который нам дали на кладбище из Лондона. И свидетельство к урне, к контейнеру, который выдается вместе с контейнером. И внутри контейнера тоже содержится вот такая информация, имя человека, которого кремировали и дата. Все эти документы мы получили и когда мама уже собралась лететь обратно домой в Россию, мы спросили авиакомпанию. Тогда она летала British Airways. Кстати, у нее возникли проблемы по возвращении обратно домой после похорон с Бритишем. Когда покупаешь билет Return, то если ты не использовал билет в одну сторону, билет в обратную сторону у тебя тоже сгорает. Но об этом я позже расскажу. И вот с этими тремя бумажками мы приехали в аэропорт, спросили авиакомпанию, все ли в порядке у нас с документами и будут ли они смотреть. Маме было очень тяжело, она даже расплакалась там. Но оператор, который принимал ее багаж, кстати, урну надо везти в салоне самолета, не сдавать в багаж, сказала, ничего, не переживайте, все будет хорошо. Успокоила ее так и наклеила на мамину сумку, где был прах моего брата, слово fragile, что переводится, что к этой ручной клади надо относиться очень бережно. И сказала, ничего, не переживайте, все будет хорошо. Как-то вот ее сопроводила. Так как я не летела с мамой, ей было очень тяжело. Как бы она переживала, как она будет объяснять в аэропорту, что это вот прах моего сына и так далее. Но все это объяснила я этому оператору. Она вот наклеила такое слово и больше маму никто нигде не спрашивал. Она, конечно, вся в слезах шла. Ее сопроводила эта женщина до просмотра багажа. Там уже ее никто не спрашивал, что вы везете и так далее. Потом некоторое время, конечно, пока я еще закрывала все дела брата и училась в Лондоне, пока не вернулась окончательно на родину, прах брата простоял у нас дома. И вот недавно, благодаря пандемии, наверное, и моей подруге Жене, мы узнали, что недалеко от нас находится Кеновеевское кладбище, которое я вам уже показывала. Если кто не помнит, смотрите в этом ролике. И там были места для захоронения. И после первой волны пандемии мы с мамой поспешили туда, посмотреть, можем ли мы там похоронить моего брата. И да, мы нашли несколько мест. Нам сказали, что их можно купить. Стоит одно место, тоже где-то метр на метр, порядка 100 тысяч рублей. Ну, это для кремации, для захоронения будет дороже. Плюс временная стела, само захоронение, какая-то временная обработка могилы. Все это обошлось нам в 120 тысяч рублей. А в этом году, на пятилетнюю годовщину смерти моего брата, мы поставили памятник, который стоил там в районе 31 тысячи. То есть мы написали его имя, годы жизни. И мама захотела эпитафию написать. Он стремительно промчался по жизни. И вот этот памятник нам установили к первому июня этого года, то есть в пятилетнюю годовщину его смерти. И помимо цены памятника, вся установка, заливка бетоном и так далее, нам обошлось в 42 тысячи. То есть в Петербурге полностью организовать могилу с памятником для урны, почти что в центре Петербурга, нам обошлось в 200 тысяч рублей. Кстати, туда еще можно подхоронить 4 урны. То есть мы, в принципе, и для себя купили кусок земли в Петербурге. Вот такие вот расценки за похороны и за памятники, что в Лондоне, что в Петербурге. Надеюсь, эта информация кому-то окажется полезной. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч.